Продолжение следует... 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 в центре города возле администрации? Ну, вы знаете, я вам скажу, что тут главное не это, тут главное какие последствия, к чему это привело? То есть, если это ни к чему не привело, то есть, никто не пострадал наследок этого, ну, вследствие этого, то максимум это штраф 51 гривна. Смотрите, ну, люди требовали, я так понимаю, чтобы не повышали тарифы на транспортный, на проезд транспортный. Протест законен. Протест законен. Хорошо. Что происходило дальше? Вот задержали группу людей, которая пикетировала здание КМДА. Один был парень с обожженным лицом, других, ну, несовершеннолетних побили. То есть, мы говорим сейчас о чем? Мы говорим о том, что милиция применяет, ну, чрезвычайные меры именно вот физического воздействия. То есть, ну, в виде гражданских это не есть гуд. Поверьте, во всем мире именно вот физическое воздействие, это уже последняя, как бы, стадия, когда уже человек просто игнорирует все команды. Вот обратите внимание, никто, никакие команды остановиться предварительно не дает. То есть, сотрудники милиции не требуют их остановиться. О чем это говорит? Это говорит о общем, о общей южейской безграмотности тех, кого на сегодняшний день набрали на работу. И опять-таки, обращаю ваше внимание, вот кто это? Вот есть в камуфляже некая военизированная организация. Ну, военизированная, я делаю вывод, исходя из формы, которая на них одета, да, хаки. То есть, а кто это? Кто это действовал? Ну, поверьте, ну, учитывая, что у одного, по-моему, сняли балаклаву, и то это снимали депутаты горсовета. Это был там Петро Кузык и Елена Естинна. Депутаты знали, кто это? Нет, они до сегодняшнего дня не знают. Более того, это же формирование, да, военизированное, не пропускало депутатов горсовета фактически к тем местам, где они проводят работу и встречи со своими избирателями, да, с громадой из-таки. А почему? Как это мотивировалось? Вы знаете, это, я, насколько знаю, что в четверг будет этот вопрос задаваться господину Кличко, и пусть он отвечает на этот вопрос. Во-первых, кто пригласил их, кто был старший. Ну, акция была заявлена, да, изначально? Ну, вы знаете, я таких подробностей не знаю, это больше Сережа, потому что я-то не организовывал акцию, чтобы вы понимали. Просто ситуация какая. Я, напомните, я не, как бы, если меня просят о помощи, да, оказать юридическую помощь, я не отказываю. Тем более, это общественная, и я коренной киевлянин, поверьте, я полностью душой поддерживаю этих ребят, которые пришли туда, потому что там-то в основном были женщины и мужчины уже в возрасте, да. А вот эти, кто поджигал? Абсолютно. Это, ну, не знаете, да? Это интересный вопрос, да. Тоже, кто поджигал, тоже не знаете? При этом, посмотрите, задерживают не всех, задерживают выборочно. Вот обратите внимание, там сколько их одновременно подбежало? Если можно прокрутить назад его? Ну, сейчас мы посмотрим еще раз. Раз, два, три, четыре. Ну, вот эти вот люди, они, в принципе, непонятно, они действуют по закону или нет? Ну, конечно. Последствий, да, каких мы говорим, нету. Последствия. Главное последствие, к чему это привело. Если это... Ну, это административное нарушение. Аблинка, конечно. Чистая обминка. Они сейчас будут из пальца высасывать 296-ю часть, вторую, ну, фактически... А что это за статья? Хулиганство. Совершенная группа и лиц. Ну, смотрите, здесь, как бы, если и пострадал, но, насколько я знаю, парень, который пострадал, он пострадал из-за сотрудника милиции, который начал его толкать. То есть... Хорошо. Так скажите, возвращаясь к повесткам, закончилась акция, четверо людей были арестованы? Не совсем так. Расскажу вам. Значит, смотрите, когда Сережа позвонил, по-видимому, его слушают. Скорее всего, его слушает СБУ. Это организатором он был акции или просто участником? Он был организатором. Ну, или участник, или организатор. Ну, тем не менее. Он попросил о помощи правовой. Вот. И мы поговорили. Я говорю, Сереж, ну, мне надо там до часа, минут 40, час, чтобы собраться. Да, потому что это договор. Ордер, надо подумать, что, как построить. Я уже подготовил там, ну, сразу взял кодексы, нашел. Все как бы приготовился, да. Ну, вот. И услышал, что у меня кто-то возле дверей, у меня очень, чтобы вы понимали, вот звонок, да, там западает вот эта кнопочка. Ее надо вынимать, чтобы нажать, да. Вот. И я слышал, что кто-то там ковыряется возле дверей. Ну, так, как, знаете, щелчок. Щелк, щелк, ну, как пластик. Вот. И подхожу, смотрю, а там, как бы, мужчина в камуфляже, еще один мужчина в камуфляже и сотрудники милиции. А поскольку дверь неровно установят, видно практически весь, ну, всю лестничную клетку. Это пятиэтажка, хрущевка. Ну, понятное дело, что просто так с добром милиция и, ну, и люди в камуфляже в квартиру не ходят. Да, это ко мне домой. Это уже после того, как вы... Нет, это когда я поговорил с Сережей. А, вы только поговорили. Да, ну как, прошло на минут сорок от силы. То есть, это я поговорил с Сережей. Ну, то есть, по-видимому, некий персонаж, который расправляется фактически с гражданскими активистами в городе Киеве. То ли они прослушивают, то ли они дают команды. Ну, очень оперативно. Очень. Возможно, совпадение. Возможно, совпадение. Но, вы знаете, исходя из этого, как бы, совпадения многим активистам в городе Киеве вчера принесли повестки. То есть, вот вчера был вот такой вот день Че, когда активистам принесли повестки вот такие вот люди в камуфляже с доставкой на дом. Парадоксально другое, что на сегодняшний день выяснить, кто же это был, мы не можем. Потому что сегодня, когда я пришел в военкомат, то уже, во-первых, уже меня ждали, то есть, знали, сказали, о, смоли, да, окей, к вам нет вопросов, потому что у меня взяли свидетельство о рождении детей. Сказали, к вам нет вопросов. И я говорю, а кто это был? Ну, возможно, это Киев-1, возможно, Мисковарта, но это не наши. Вы имеете в виду, кто охранял или кто приносил повестку? Кто приносил повестку. А, то есть, даже так? Да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok